Всем привет! Добро пожаловать на канал Бобного Суслика! Продолжаем проходить всякие задания мира в Инадзуме. Сегодня у нас вот рядом с издательским домом Яэ стоит такая девушка Аратани. Видимо, она продает тоже какие-то книги и посмотрим, что же за задание мира-то у неё. Эх, как же не связаться с этими авторами при таких обстоятельствах? А с кем связаться? О, путешественник, это ты! Хорошо, что ты здесь, мне как раз нужна помощь. Дело вот в чём. Ежегодный конкурс романов издательского дома Яэ вот-вот начнётся. И согласно нашему обычаю, мы собираемся пригласить нескольких наших авторов для участия в жюри. Однако, два наших автора родом не из Инадзумы и здесь не живут. Как ты знаешь, сейчас такое время, что мы не можем пригласить чужестранцев. Но даже не сообщить нашим авторам о таком важном деле никак нельзя. Поэтому мне пришло в голову. Что если мы могли бы с чьей-то помощью хотя бы передать им подарок? Так что это позволило бы соблюсти правила приличия. И мы могли бы сопроводить подарок письмом о будущем сотрудничестве. А ты мне поможешь? Хорошо, что за писателем. Одного из них зовут Джэнь Юй. Второе это Чан Девятый. В книге Чан Девятого под названием «Первый ученик Гу Хуа» повествуется о первом ученике известной школы боевых искусств в Ли Юэ и девушке из Инадзумы, которую он взял в младшей ученице. На мой взгляд, тема и сюжет уже немного устарели, но роман покупают достаточно читатели, чтобы поддерживать продажи. Мы часто просим людей, чтобы они в письмах к нему предлагали изменения, которые он может внести в будущие работы, чтобы, возможно, совершить прорыв. Но мы так и не дождались ответа от него. Возможно, письма потерялись в пути или... Ладно, а кто такой Джэнь Юй? А этого я не знаю. Скорее всего, это псевдоним. Но произведение легенд о клинке — это же сенсация. И антураж, и сюжет по-настоящему сколыхнули литературный мир. Так, а где же мне искать этого писателя? Я полагаю, что этот писатель тоже живет в Льюэ. По словам странствующего торговца, который перевез эту книгу в Инадзуму, он впервые нашел этот текст в книжном магазине Вань Вэнь. Я думаю, что, расспросив сотрудников книжного магазина Вань Вэнь, ты сможешь найти этого автора. Однако... Ну, пока это не важно. Вот, подарки и письма. Я передаю их в твои надежные руки, путешественник. Ого. Интересно. Ага. Подарок Чану девятому. Ну, и подарок Джен Юй. Угу. Ну, знаете что, для начала отправлюсь в деревню Цинце поговорить, думаю, с Чаном девятым. Потому что с ним все-таки и так более-менее все понятно. М? Путешественник, что у тебя привелось сюда, сегодня к моему дому? Вот вам письмо и подарок от издательского дома ЯЭ. Письмо от издательского дома ЯЭ? Они же не просят меня снова сменить псевдоним. Я тысячу раз говорил, что буду писать под своим настоящим именем. Ладно, ладно. Давай посмотрим, что они там написали. Чан девятый читает письмо из издательского дома. Они хотят, чтобы я судил литературный конкурс. Не думаю, что у меня есть время на это, но, полагаю, должен поблагодарить их в любом случае. А? Тут еще так много. Что это? Творческие рекомендации? Мне нужно будет прочитать их повнимательнее. Спасибо, путешественник. Да, Чан девятый... Так. Так, так, это Пайман говорит, я не буду читать. Чего мне не хочется читать? Чан девятый, в конце концов, в ежедневных заданиях постоянно передает свои труды в Ли Юэ, чтобы их там издали и прочее. И, наконец-то, все-таки он чего-то добился. А теперь нужно отправляться в книжный магазин. Постой, это же Син Цю. Да, точно, он уже прочитал много книг. И что, он предлагается Пайман с ним поговорить? Мне кажется, вот эти вот, которые во время геймплея появляются сообщения от Паймана или еще от кого-то, стали еще быстрее, чем были раньше. Даже половины не успеваю не то, что прочитать, а увидеть. Это какой-то дурдом. Хм, эта часть написана действительно хорошим языком. Да и стиль достаточно оригинальный. Эй, Син Цю. Ах, вот оно что, захватывающе. Син Цю. А, это ты, Кизап, давненько не виделись. Судя по твоему приветствию, дела у тебя идут хорошо. Это меня радует. Что привело тебя сюда сегодня? Вообще-то, мы надеялись попросить тебя найти кое-кого для нас. Ты прочитал кучу книг, так что, наверное, знаешь его. Ммм, найти кого-то? Вы ищете писателя? Ммм, ну что ж, спрашивайте, конечно. Мы ищем некого Джен Юя. Джен Юя? Где вы услышали это имя? Да вот же оно, напечатано на книге «Легенда о клинке». Мы ищем этого Джен Юя, потому что нас попросили передать ему письмо из издательского дома Яэвы на Адзуме. Ты знаешь, кто такой Джен Юй? Да, Джен Юя, о котором вы говорите, мне так неловко, но это мой псевдоним. Что? Ну, ты раньше не упоминал об этом. Ну, эта тема не особенно интересная. Когда-то редактор, отвечавший за эту книгу здесь, в Льюе, сказал мне, «Антура слишком диковинный, в то время как сюжет неожиданно банален. Это никому не понравится». Я отклонил мою рукопись. Я решил не сдаваться, поэтому сам напечатал несколько экземпляров и тайком подложил в книжный магазин Вайн Вейн, чтобы посмотреть, понравятся ли они кому-нибудь. Читателей у книги было немного, и я решил больше о ней не думать. И представить не мог, что она будет пользоваться таким успехом в Адзуме. И все же мне очень приятно, что люди хотят читать то, что я написал. Я должен внимательно прочесть это письмо. Путешественник, спасибо тебе. Выполнен достижение. Угадай, кто. Надо же, я не думал, что Син Цю будет одним из этих писателей. Я думал, может быть, это Дзи Фан, хозяйка. То есть писатель или еще кто-нибудь, но не Син Цю. Ох, ладно, нужно возвращаться к Аратане Вайн Адзуму. Вот, наконец вернулся. Как прошло? Удаюсь ли я найти двух наших авторов? Да, все письма доставлены. Это замечательно. Что они сказали, путешественник? Ну, они оба сказали, что прочитают письма очень внимательно. Отлично, отлично. Просто жаль, что они оба далеко в Ливе. Даже если бы все было в порядке, не так просто было бы их проведать. Особенно хотелось бы посетить господина Джен Юя. Его книга, легенду о клинке мы даже не от него получили, а от странствующего торговца. А потом, когда один из наших редакторов прочитал ее и увидел ее ценность, он был готов лично отправиться в Ливе, чтобы договориться о следующих книгах. Кто бы мог подумать, что наше положение так изменится, и мы не сможем никого послать в Ливе, а наши письма останутся без ответа. Все, что нам оставалось, это просто опубликовать книгу, введя при этом учет гонораров, прочитающих господину Джен Юя. Мы решили, что отправим гонорары, как только нам удастся с ним связаться. Но прошло так много времени, а легенда о клинке все еще остается бестселлером. Гонорары начинают накапливаться. Как бы было здорово, если господин Джен Юя мог присутствовать на этом конкурсе, то с учетом этих гонораров, с этим гонорарами нужно уже что-то делать. Воу, приглашение от издательского дома ЯЭ, задание мира завершено. Фу, мне дали 50 тысяч море. Это приличная на самом деле сумма за квестик, насколько я помню. И, блин, это же сколько тогда получилось за это время для Синцу накопилось этих гонораров, что они знают, куда их уже девать. Деньги. Обалдеть. Он, конечно, богатый, но все равно. Ладно, ребята, на этом я спешу с вами попрощаться. Надеюсь, что увидимся с вами в новых роликах. Всем до встречи, удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!